Здравствуйте, дорогие подписчики! Снова я, Галина. Сегодня мы с вами пройдем в самый-самый большой детский магазин, где можно прикупить абсолютно все с одного раза. Пойдемте! Мау, заходите, прямо запах маленьких детей. Сегодня мы посмотрим на товары первой необходимости для мам и для ребеночка. Хочу вам показать... Смотрите. Это маленький стерилизатор, который можно носить с собой. Это как кварцевая лампа, которая убивает все бактерии. Она есть маленького вида и вот есть большого. Смотрите, можно игрушки, разные кубики. Чтобы не воду их оставить и чистить, их можно просто поставить такую кварцевую лампу. Вот маленькая для сосочек и для разных маленьких штучек. Очень удобно и довольно доступной цене. Хочу обратить ваше внимание на три самых важных для деток. Смотрите, вот это такая трубочка, которая высасывает сопельки у детей. Видите? Очень удобно. Вот это сосочка, которая дает ребеночку лекарство или укропную водичку. А вот это, это специальные трубочки. Если у ребеночка колики и ничего не помогает, ни укропная вода, ни массажики, ничего. Вот такие вот трубочки ставятся ребеночку в попу и он может выпукать все газики. Это очень важно. Это самое последнее. Если ничего не помогает, вот это поможет. Хочу вам показать вживую молокоотсос, про который я говорила в прошлый раз. Смотрите, это LV. Это большое спасение для мам, которые возвращаются на работу, но им надо стыдиться, но не хотят с собой тащить большую машинку. Видите, она довольно компактная и очень удобно с собой ее можно носить. Она вот так вот потом переливается в бутылочку. Здесь есть серые принадлежности для нее. А также здесь есть большой-большой отдел всех вещей медиала. Здесь есть бандажики разных размеров, мешочки для молока, стерилизаторы для микроволновки, разные бутылочки, потом прокладочки. Все-все-все, что вам надо. Оно здесь. Смотрите. Хочу вам показать вот такую вот гелевую подушечку. Она для того, чтобы, когда у мамочек начинается наливание молока, начинаются застои. Есть для этого вот такие вот подушечки, которые разогревают и помогают этому застою уйти. Также хочу вам показать вот такой вот молокоотсос. Очень часто, когда вы кормите грудью ребенка, с одной стороны, с другой стороны просто, извините меня, течет. Вот это такая, как присоска. Сейчас вы с одной стороны ее прикрепляете, с другой стороны кормите ребенка, чтобы не терялось молоко. У меня с правой стороны стоят стерилизаторы. Это стерилизаторы, которые можно просто налить водой и поставить в микроволновую плиту. Дальше же стоят стерилизаторы, которые электрон, электрические. Видите? Они довольно большие и очень удобные, смотрите, вать. Здесь можно держать бутылочки чистые. Здесь наверху, ведь они разные. Здесь может быть сосочки, здесь дальше бутылочки. Очень удобная вещь. И это считается полезнее, чем ставить в микроволновку. По левой стороне у меня стоят подогревания бутылочек. Видите, они есть разные. Каждая фирма делает свое, потому что каждая бутылочка залезет в определенный подогреватель. То есть бутылки от Dr. Brown, они залезут везде. Но если у вас круглая вот такая бутылочка, да, или другая, она может не залезть в другую бутылку. В Baby Baby больше выбор бандажиков, видите, он здесь разный. Также здесь можно приобрести вот такие вот накидочки. Они как шарфики, а потом переделываются и закрывают вас, когда вы кормите грудью в публичных местах. А вы знали, что для детей есть разного размера сами сосочки, насадочки. Видите, здесь Stage 1, он с нуля до трех месяцев. Также здесь есть Stage 2 и другие. Это очень важно знать и приобрести сразу несколько. Потому что бывает, что детки начинают заглатываться, как давиться, если очень быстро идет молоко через бутылочку. И поэтому я вам хочу показать, что есть разные размеры, чтобы вы не переживали. Также они есть в каждой компании. Скажем, вы хотите нук-бутылочки. Видите, они здесь есть разных размеров. Также в Timmy Toppy и в Dr. Brown. Для тех, кто боится стеклянных бутылочек, считает, что они поломаются, треснутся, Dr. Brown считается одной из самых-самых лучших бутылочек. Она сделана с такой технологией, чтобы не пропускать маленькие пузырьки и не давать ребенку колик. То есть она сделана антиколик. Видите, они есть разные. Бутылочки, которые optional, они ровные. Есть вот такие вот. Optional Plus. Видите, они другие. Обычно деткам они не нравятся, потому что они слишком большие для их ручек. Вот это обычно более популярное. А вы знали, что детские бутылочки надо мыть специальным детским средством? Вот Dapple Baby. Видите, она есть маленькая, есть побольше. Это самое безопасное, экологически чистое мыло для бутылочек, для детей там разные. Еще очень важно, что маленьким деткам нельзя ничего с разными маслами, запахами. Поэтому рекомендуется обычно fragrance-free, без всяких запахов. Потому что если вы покупаете лаванду или манго, это уже для деток, которые 6 месяцев и плюс. А для маленьких деток обычно покупается все без всяких, чтобы не сделать аллергию. Еще один девайс. Это подогреватель детских салфеток. Видите, они есть разные, да? Это очень важно, потому что если маленький ребеночек, скажем, он спит. И у вас мокрая салфетка, вы бац его протерли, он проснулся, как в шоке. Вы когда спите, вы не хотите, чтобы вас там поливали холодной водой или обтирали чем-то, как вы сами проснетесь. И здесь то же самое. Ребеночку хочется, чтобы было все тепленькое, нежненькое. И он не просыпался от испуга, что что-то его... Вот эта фирма Prince Lumen, она считается очень популярной, как чистой. Фишка этой компании, у нее вот такие вот насадочки, подушечки. Выложите ее сюда, наливаете ее водичкой, и оно подогревает. То есть оно не сушит сами салфетки, а подогревает вот эту вот подушечку. И там прошло месяц-два, вы ее меняете. То есть она не собирает никакие бактерии, не делает никакой налет, никакой грибок. Это очень важно. Еще очень часто вы спрашиваете, что такое diaper pale. Это такая мусорка для памперсов. Американцев она очень популярная, и я ее тоже очень люблю. Видите, здесь собирается как мешочек, да? Вы сюда кидаете памперс, он падает сюда. Здесь мешочек сделан с амортизацией, то есть вы не чувствуете запаха детского грязного памперса. Когда мешок заполнился, вы взяли, открыли, завязали, срезали вот здесь вот. Вот, протянули дальше, завязали узел, и дальше продолжаете кидать. Еще здесь очень большой выбор маленьких салфеточек мы детей, потом разные полотенца. Видите, здесь махровые, есть как пеленочки, есть с худис, есть обыкновенные. Хочу вам сейчас показать Bird's Bees Baby. Я очень люблю компанию Bird's Bees. Вот эти маленькие как полотенчики, салфеточки, они очень нежные. И они из разных размеров. Я всегда очень рекомендую ее, потому что они очень приятны к ребеночку, и не раздражают его, не теряют кожу. Пройдемте дальше. Смотрите, здесь стоит разная зубная паста. Потом, если у ребеночка начинают зубки вылазить, вот эти камели очень, такие капсулы, пользуются спросом, и они реально помогают. Еще есть вот такие вот маленькие таблеточки, они рассасываются, когда вы ложите их ребеночку в рот. То есть они их не подавятся. Они дневные и ночные. Здесь разные санскринсы. Но что я хочу вам сейчас показать. Вы знали, что для детей есть ушные палочки специальные. Видите, они вот такие вот с подушечками, не так, как наши обычные. Это сделано специально, чтобы не повредить ушную часть ребенка. То есть, чтобы вы не засунули слишком далеко, не повредили ему ничего там. Добро пожаловать в отдел мам. Здесь все, что вам понадобится. Чай для лактации. Если у вас тошнота. Потом вот эти вот смуты, если их очень удобно с собой. Если вы не можете себе сделать чай, но куда-то вышли в ресторан, и вам надо что-то выпить, чтобы помочь молоку. Я очень рекомендую, это реально работает. Потом разные печеньки. Крем для нипплс. Смотрите, вот здесь. Фрида сделала новую линию. Очень много, когда... Очень часто, когда у женщин разрывы, надо делать такие, как солевые ванночки. Вот это такая, как надувная сидушка, куда вы наливаете, сидите и... Расслабляетесь. Это как госпитальная бутылочка. Там, подмываться. Она сделана по-другому. То есть она сделана так, чтобы было удобно. Потом токс. То, что вам дают в госпитале, и вы... Если вы закончили, вы можете прийти здесь, это взять. То есть абсолютно все-все-все для вас. Видите, опять эти сидс бэф. Там стоял надувной круг, а вот здесь эти штучки, которые туда кидаются. Для растяжек, разные крема детские. А вот с правой стороны у меня стоят жаропонижающие, потом разные лекарства для детей. Переатчик Ассоциетс, американская Переатчик Ассоциетс рекомендует, чтобы у родителей при ходу ребенка было жаропонижающее лекарство от коликов для зубок и штучка, чтобы сопли вытаскивать. Видите, здесь как доктор Мон, только детский. Потом Майлокон, я его очень часто рекомендую. Это и еще Уэллэмент, который здесь нет у компании. Это две вещи, которые реально работают для коликов. И здесь дальше, смотрите, штучки для головы, если у ребеночка собирается лишняя кожа. Видите, они есть разные. Ножнички, садочки, перчатки. Здесь даже есть целые китс. Просто покупайте, оно все в одном сделано. Термометры. Еще очень важно для того, чтобы было жаропонижающее, чтобы у ребенка был термометр для него. Хочу вам показать такие ледяные прокладки. Я буквально их только что заметила. Очень часто у мам, которые долго в родах были, у них начинает отехать, или там слизистая воспалилась, или что-то такое. В госпитале вам дают ледяные такие, как прокладки, ледяные такие штучки, которые вы ложите. Дома их нету. Их можно приобрести опять в Байба Бейби. Он будет в том же отделе, где все вот это вот для вас. А здесь разные крема, шампуньки. Все-все-все для детей. Пойдемте. Моя самая любимая компания это Bird's Bees. Видите, она 99% натуральная. Есть разные. Есть лаванда, есть оригинальная. Есть масло, кремики. Потом присыпка для детей. Между прочим, одна из самых первых компаний, которая сделала экологически чистую присыпку. Потому что Johnson & Johnson считается ненатуральной. И это хорошая альтернатива. Еще вот эта Boba Botanics. Тоже очень хорошая компания. Она и Bird's Bees очень приятно пахнут, не делают ребенку аллергию. И просто приятно, когда вы наносите ребенку. Она не жирная. Хорошая. Стиральный порошок для детей. Дрефт считается довольно популярным. Он очень приятно пахнет. Есть разные другие компании. Также можно приобрести чистящие для бутылочек. Здесь еще можно приобрести одноразовые пеленочки. Видите? Мне сколько стоит? 13 долларов. Не обязательно идти в Nina & Lolli. Здесь тоже есть очень большой выбор колясок. Видите? Там стоит Upper Baby. Здесь Sidebacks. Там стоки. Вот здесь у меня стоит прямо передо мной Silver Cross. Разные корситы. Их довольно больше, чем в Nina & Lolli. То есть, если вы приходите сюда, здесь можно одним махом приобрести все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!